вообще-то уже проверил что что вот эта нога она больше напряжена передней мышцы и в принципе так немножко заметно что у меня тасс наш заваливать сюда это также можно определить если ровно посмотреть вот видны бугры вот эти три обидные они нам нести до практически изменения минимально немножко что-то передавали на ягодицы тоже довольно сюда хотя она живота не имеете должно вызова не это есть 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 у них эти проблемы как бы потому что я тоже сначала думал что вроде танцы как бы да и это атака не все практически тоже протрузии грыжи и потому что постоянно они всех гипертонус они вот как приходят да это все это просто камень вот таким приемами уже можно поворачивать то есть но это похоже на метод без дыхания вот для того что может довести до хруста хруста на случай неплохо в данном случае неплохо попробую это тоже самое сделать удобно пройдите так по всем ребрам так здесь поднимаем так вот так держим куда дай настисты не на позвонок там не не на позвонок да и не настисты не дай именно мышцы вот эти на длины мышцы начинаем отсюда складывая мышцы поясницы разрастает потому что да вот так можно достаточно так ослаблятельно это создать полностью расслабься щекотно не видать ослабляйся ведь не поднимая сам непривычно и также в обратную сторону можно то есть мы поднимаем здесь это уже широчайший получается реберную дугу сюда да отсюда это уж по-другому чуть-чуть это да по-другому то есть здесь мы тянули да вот так вот так вот а теперь наоборот время что естественно упираемся в косточку присутствовать это вот выбираем еще да так вот так вот здесь выбираемся а это сюда вот так вот противофаза получаток за ребра бери и мягко чтобы нам не было щекотно да не подъем просто не залез и вот а здесь а здесь то же самое и то же самое держу также крестец да да так у меня слишком большая подвижность начинай создаться другой вот это руководится ближе бери на сонье спортсменку повышенная да 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 вот промяли вообще уже в этот момент может быть хруст но невероятно то есть мы не стремимся к тому специально и вот после массажа я даже надо просто заканчиваю массаж растрясаем потом человечка обязательно желательно перед этими приемами простучать вдоль позвоночника по поводу вот слегка входят это место где почвочки тут не стучим да азотворку к клешцу и по бокам можно спокойно сильно тоже достаточно сильно простучать не думала что мы будем ее бить сегодня да вот и сразу же смотри еще один диагностик достаточно быстренький это когда мы пускаем волну по человеку то есть вот раскачиваем бедра видим в ту сторону видишь движение передается до пятки за носка спокойно сидит спираль с первой стороны смотрим ну вот она молодая да в принципе спираль до сюда доходит можно проверить дополнительной рукой накладываем и просто чувствуем где идет некоторые блокады даже вообще вот этот метод покачивания он уже достаточно без массажа домашних условиях можно просто вот тут расслабляться эти мышцы которые схватывают переход да это это вы правильно сказать потому что я вот вот чуть-чуть по-другому тоже ставлю где и тоже вот у кого протрузии просто и вот так вот раскачивать вот дома даже им советую они приходят и говорят супер вообще супер очень простая прожить и так же да и в обратную сторону вот я могу отсюда запустить вам и смотрю движение доходит до сюда доходит все у меня вообще подвижность шикарная ну в принципе бывает что если например тут конечно примера покажу заканчивается подвижность тогда проверяем поближе руку ставим да и смотрим здесь мы здесь здесь мы здесь и вот просто на коротких участках уже может быть проверить в данном случае вообще не все прекрасно тогда просто снимаем гипер функциональные блоки таким способом раскачиваем и ловим ее я сразу лишь сюда за бугорок вот этот вот цепь и тут за выступ лопатки я до конца не буду называть я просто демонстрирую вот то есть я раскачал да и ловлю где заканчивается момент движения до края до до края довел все дальше только после этого на выдохе еще раз науки вдох делай выдох и вдох учись и выдох делать так чтобы слышать губами 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 выдох через еще раз посмотреть так динамично вдох и и выдох хорошо давай 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 вообще с пациентами нужно разговаривать даже время массажа я заставляю дышать там каких прием делу сложную руками тяжелые они кому-то кто знает они уже начинают дышать в этот момент когда мы делаем мануальной терапии тем более нужно дышать все приемы делаем на выдохе запомнил поэтому дыши чтобы я слышал если был ниже я должен слышать значит давай выдохнула вот еще раз выдох не стесняйся ли ты 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 это ощущение свои рассказы и то же самое смотрит то же самое мы делаем в обратную сторону научившись легко руки просто может представить прожимаем получается где-то вот на грудном отделе до позвоночника раз два три на максим 4 вот нажатие таких на скручиваем только проходит по грудному только здесь срабляем по грудному до но есть момент в том что мы можем чуть-чуть перемести вес тела до и влиять уже на эту руку тогда будем работать на поясницу то есть то же самое только у нас получает смотри здесь мы докручиваем до конца до отдавим в первом варианте отдавим на ребра во втором варианте также раскручиваем растут за закрепости до лопатку отдаем в этом случае узнает косточку сюда одинаковое только немножко за счет веса тела можно поменять так попробуй это за вот так куда или или вот так лучше нет если тебе ближайшие сюда так вот руку загородили ладно все еще ролики продолжим другое упражнение худенькая девушка дали же добывать такие плотные люди груза вот они на стола сантиметров 30-40 бывает я на них там он так напрыгиваю даже в этом приеме и когда здесь это же дело смотри где мой вес тела находится я обхожу руку не буду так вот да либо особенно готовился с этой стороны я вот руку надо зажимаю ногами чтобы не мешалось вот видишь весь мой вес тела над середины и и спины и руки прямые локти прямые чтобы максимальный рычаг как бы использован ну да здесь получается вот так вот даже приподнимаешься носочки вот такие маленькие нюансы потому что вроде как бы бывают люди видео смотрят до конца понимают механику движения вот-вот и я согласен поэтому не нужна активность и нужно не я считаю что вот так лучше всегда работать чем в группе как бы это намного один да конечно творишь вариант коучки когда прям персонально ставятся руки а теперь смотри а теперь попробуй то же самое делать у тебя вес идет на таз вот в эту косточку так упираясь в таз а эта рука просто продавливает да да ну просто конечно хузенькая она и так продавливается даже без нажатия особо вот вешали расплющилась а так вообще у человека достаточно качается грудная клетка тоже так же как таз так и грудная клетка поэтому ловишь момент максимального раскручивания по спирали и упираешься в таз и так живой стану а уже получается идет как этот раз идет такой больше как бы сюда да на крестец до крестец при этом два первых позвонка могут щелкнуть и иногда вот крестового поздушно сочинения тоже тоже нужно хотя на разе больно допустим этот подушку должен вот для девушки специально этот подушку вот косточки так нормально проще вообще даже можно валик класть бывает он сейчас нету ладно бывает круглый валик в принципе тоже может пасть для работы с поясницей так то вот так тоже получается уперлись здесь разводишь будто руку в другую сюда лучше да упираться именно здесь должен вот эта часть ну да здесь на самом деле вот я даже на носочках поднялся и мать поднимай сюда вот так вот выкачая качает тоже вдох выдох или нет здесь также да так же вдох выдох и на выдохе вдох выдох вдох выдох ну вот мне вот неудобная язык ты в ребра давишь от позвоночника то есть да вообще вот то что мы делаем зубом отделом это у нас реберно-позвоночное сочинение вот их мы управим вообще вот то что я сейчас показал два приема до или как бы где стороны в 4 получается я это проделал за одну минуту то и достаточно быстро с раскачал по моему раз два три раз и вижу уже сюда на поэтому на бедро нажал то есть одновременно раз 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 и все два практически пациент два раза делает давай вдох выдох вот так когда и проходит совсем неудобно надо так вот так вот так вот тогда получше то есть ребра ты задвигаешься позвоночника туда сформу вдох и периферии выдох вот сейчас будет за мужчиной убежал становится далее очень просто делаем декомпрессию снизу вверх можно ну не лишним будет еще раз простучать я делал эту подушечку из руки чтобы удары не были пасистом отростка и стучу получается в неё мягко если хочешь если хочешь немножко подправить ну как выйти надо так как отец отростки от позвоночника они замяты немножко назад назад сюда получается то мой как бы подбиваем вверх туда и как такой удар отсюда передается в палец до или между двумя пальцами это как бы их чуть чуть поступаешь вверх снимать декомпрессию вот попробуй а вот хотел сразу спросить то забудут как-то тоже это видел как один к этот кастоправ именно не мануальчик кастоправ вот он получается ставит вот так вот вилочку до настистые тоже как бы вот и и вот так вот пробивают это правильно нет вообще нормально да просто пробивка это это же не прав туда надо нормально да и так живут с крестцом потому что как бы у всех разное мнение насчет этого и вот хотел потому что некоторые как бы тоже мануальные терапевты вот когда я даже там показывал одному и пробивка как бы это одно а там прямо именно получается вот тут мы держим как бы до поставили вот вот так он даже справит положение вот и хлопок идет ок ок пробивая ну какой силы хлопок но находит довольно ну вот вот так все поставили да вот прямо прямо пробивается и знаешь если все таки не на позвонки ставят то я думаю нормально на да но я видел что некоторые делают вообще позвонок выступающий да ассистый отросток на два или три пальца сил кулаком сил кулаком вот это вообще опасно но для молодого человека может быть и пройдет до во первых надо понимать куда бить потому что чтобы отросток не сломать надо бить в ту сторону вот во вторых но все-таки ассистый отросток может так уж может расшататься вот почему как бы да много тоже мнений и и вот хотел тоже как бы у вас уточню потому что вот он тогда как когда правил да вот он ставил и вот прямо пробивал вот так вот кулакон потом брал даже дощечку вот этому методу тоже нас обучал тоже через одежду ставил на позвонки вот прямо на позвонок стал и . но это есть такой метод пробивал я в другую палочку да можно пальцем принципе да но я такими это не использую вот они там постукивают постукивают долго долго но вы вот видите вы идете сейчас по по длинным мышцам спины а он конкретно ставит на позвонок да когда я вот у Агулова мы у Агулова обучались вот он нам как бы что показывал что вот так тоже вдоль длинных мышц спины простукивать вот просто вот так вот а тут именно на позвонок и вот не знаю знаешь очень много мнений в медицине существует противоположных причин одни да другие забывают а не за другие противоварят практически по любому опросу и так и так можно быть да мое мнение я против того чтобы бить по позвонкам позвонкам да только по пароискобранным мышцам либо вот звук по ребрам можно быть вот так и теперь вернемся к вправке да заночка так простучали пробили это еще была неправка хотя она может быть тоже правка когда мы если пассивирский метод выходит да ротируем право ставим либо молоточку что-то еще и я подбиваем но опять же ну не знаю это сложно это во-первых подъезд а только на такого кузненького человека да ну где тоже как когда человек 120 30 килограмм ляжет такой штаб прослойка будет отойти до как это столько слоев кожи столько красавах это даже вот так не сгибается самокожий не сгибается да да это не по действию так а вот что подъезд подъезд в направлении вот смотри упражнение делается как снизу вверх так и сверху вниз но сверху вниз и опять же не рекомендую это только может быть вот на вот этот участок не бы когда человек специально попросит просто бывают почему-то хотят в ту сторону вообще мы делаем деком прессе так идем позвоночник расширяется расширяем его вернее от крестца и всего же я жду да вот такое движение просто показываю нужно то есть позвоночник проходит между нашими мышцами да и мы когда нажимаем мы делаем двойное движение сначала так как бы вверх кемок такой вот себя вот себя и немножко еще в сторону зоне это как лодочкой сила допустим как здесь работаем вот так вот да 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 очень похоже получать а упираюсь тоже длинные мышцы спины максимально близко к позвоночнику вот так вот даже вот получат позвоночник это же чувствует прям чем альзина и вот так вот от себя не этот массаж движение правильно это не массаж это именно уже правка некоторые делают умеется даже на такой степени что оси 100 позвоночника позвонок тут остается да они еще тут этих мышц так вот так вот вставляют или даже с поворотом бывает такое это надо вот свой во первых рука была миссис тогда во вторых уже там чувствительность такая была до такой степени что чувствует позвонок в данном случае я говорю про декомпрессию ну давай нажму опять же смотри весь тело своего я переношу перпендикулярно нам она дней вертикально до выдох и она может подготовить на два раза на массы не больно если человек действительно большой тут прямые даже на стол заложу или не знаю там сам массажист худенький да и всем телом веса вижу надо вы с него сейчас не будет показывать чтобы на камере видов под перекачивают перекатывать вместе с телом и в этом месте то есть несколько раз вот два-три раза мы готовим да да вот мы поставили ведь я не буду их просто это вот и туда да получается движение идет вот туда и здесь разводим да вот так вот или не разводим просто толкает толкает одновременно может и вот так вот так вот сейчас да и вот раз движение сделали два движения и третий уже идет раз да да и третий раз давай я сделаем трасть вот тут получился чуть-чуть повыше скажу когда хорошо ты раз на сделали вдох выдох есть челк мода на полеще и ага так получается вот мы давим теннером да вот здесь вот туда все переплату я надавил сейчас вот так вот прям они теннером ну да теннером получится лучше вот ну и с этой стороны тоже можно проверить и следующий прием сразу переходим то есть 0 до теперь раздвигаем опять еще больше широчайшуюся мышцы даст межреберная позвоночные сочинениями разбираемся в уголки лопаток их можно нащупать вот и уголки да либо со стороны на выдохе для сначала я готовлю видишь я довожу до предела после этого когда уже развел уже широко и после этого такой удар и еще раз можно пройти для удобства можно стоять отсюда вот-вот вот так мне кажется на руки обязательно скрещиваем до чтобы они слишком раздержались этот наш страховка чтобы любое соскальзывание чем ученые задержки делаем потому что не должно скользить любой соскальзывание это прямо вот не знаю как в кювет если здоровье смех отдала практически вот так куда даже страшно да так до предела доводила сельево селье сначала еще еще тоже тоже все весом тела также как как и так нормальный более больно где больно вот здесь здесь другой совсем место вдох выдох и вот так это сейчас просто продавлю как бы не буду чтоб я просто руки понял как ну вот тут можно нажать вдох выдох в данном случае вообще желательно давить вертикально вниз ага и перпендикулярно тут вот в этом поражении мы соблюдаем везде перпендикулярно да растягиваем позвонки вот то есть вот сюда вот сюда у нас движение да вот так вот прямо да перпендикулярно столу ну давай нажми вот сюда и этого не хватает вдох выдох вдох выдох вдох выдох вдох выдох 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 вот не просто тебе не подать резкости быстрее добилась да раз пытается быстрее нет подожди она выдохнула полностью после этого придется раз полностью до конца до предопределами лопатки это полностью выдыхали весь весь вышел вдох выдох выдох вот так было что-то ну так она здесь это такой не такой еле еле шелчок дарю туда небольшой так и вот у него будут позвонок один вот мы его немножко расслабили но это еще не все еще на место мы не поставили так теперь можем переходить к шее сразу перейдем да ну давай даже приживать запись значит смотри вот он был повернут сейчас мы еще раз нащупим вот видишь в право право да да значит нам давить надо туда немножко вверх чтобы ставить такие позвонки вот повернутся да нам представить из этого наше стол да мы должны с одной стороны вот здесь декретую сторону сдвинут он начнем с этой стороны противоположен расслабляем мышцы растягиваю позвоночник даже можно обновать вот так вот в эту сторону да а с этой стороны снизу вверх опять же движение должно быть поднимали подигонали тебя поясницы вверх и чуть сюда мы его подбиваем перевожу это все на непосредственно тело да значит тут мы шею немножко растянули туда уже до позвонок уперлись ничего через металл тут не получится понимаешь во первых мышцы не дадут прямо не знаю чтобы в этом иногда пишет расскажет где-то кто-то кого-то сломал где-то там так скрутил что не починиться на самом деле чтобы сломать это на перестараться на сколько я даже не старая как хорошо а такой вот вопрос тоже чувствуешь свои руки а вот вот у нас первый второй у нас получается он же неподвижны до атланты и 2 они у нас вообще не подвижны эти позвонки шейном отделе это вопрос нет ну вообще-то не вопрос это утверждение медицинское не хотим подвижно подвижно первых 2 подвижные движение да 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 при движении они подвижны начинаются они подвижны как когда мы делаем что-то они приемы да они двигаются до 1 на нём лежит череп датлан 1 это у нас заплата а второе он получается крепится тоже как бы податлан ну не знаю сколько как бы даже в институте мы изучали когда это межпозвоночные грыжи это когда что 1 2 у нас не движется и почему меньше грыж как бы да в шейном отделе потому что она у нас более мобильный чем и продольная связка здесь идет уже чем чем в поясничном потому что более мобильно сказал не движется но при этом более мобильный нет более мобильный чем хрисовый чем поясничный отдел то есть шейный отдел я насчет грыж то что почему меньше грыж в шейном отделе чем в поясничном по поводу подвижности я скажу что я на себе проверял на второй позвонок то есть как бы лежится сам по себе движется как он не подвижен ну вот вот на нем сидит этот атлан атланча и они все на нем вращаются ну так как он движется как ну вот я тоже как бы это а вот нам я помню прекрасно еще вот правда было 10 лет назад имеется ввиду они нету кивайсных у них да да что вот получается да и и вот вот такой что же момент случае но это если взять классическую мануальную терапию как бы остеопаты да вот допустим крайне сакральная терапия да они как бы что что вообще все подвижно и и через его если не согласился а вообще а вот хотел тоже спросить тогда а вот то есть при любой тракции до в шейном отделе просто вот тоже недавно такой был спор у меня один не сказал что если неправильно делать тракцию допустим в шейном отделе то 4 5 может дать осколочный перелом если неправильно сделать что неправильно потому что вот в моей практике через меня прошло на 2000 человек я не знаю чтобы что-то сделать неправильно перестараться так вот я тоже как колено ну на самом деле да ты делаешь мягко вот вообще вообще у девушки шея уже мягкая да то есть ты потихонечку раскачивая вытягивая да ты уже чувствуешь она уже будет хрустеть что вот перешибить чтобы что-то сломалось я очень толстые и вот как раз у нас был спор я думаю вот как раз приду тоже к вам и вот тоже вот но не было не было на таких случаев чтобы как кто-то чего-то прямо сломалось или кривой ушел просто не представляет в газетах пишут в интернетах ругают все какие-то слухи где-то где-то когда-то кто-то там сделал да но он по моему раздутый какой звуки слона да перейдем к нашему вопросу нас сейчас интересует дорогие наши зрители крис переход шейно-грудной да вот эти там два-три позвонка да мы на них можем как продействовать если мы убедились уже сначала до что они смещены в мою да они будут специально право-лево чтобы просто было понятно механика вот стома расценивалась противоположной стороны держим как за затылок а даем именно вот позвонок то есть какой вот смещен в тот получается идет давление как бы нет такого что поставили полностью на шейные позвонки там да допустим от 3 там по 7 и как бы производить можно это можно и так вот если он смещен туда в другую сторону то соответственно растягиваем шею на себя да а тут упор идет в челюсть ну и то же самое просто просто поймет движение да теперь мы говорили в ту сторону до отдыхаешь иметь хорошие вот то же самое вот у нас было смещено сюда на меня да я соответственно растягиваем противоположную сторону да и довольно вот в сторону за челюсть а если от меня то растягиваю сзади и так же можно делать то же самое тысячи я не отходя от места да у меня было поменялся то же самое можно делать если достали когда ставишь то что удобнее то же самое то же самое так я хочу чтобы ты попробовал сама давай так